Я хочу поделиться опытом, рассказать о трудностях, с которыми мы столкнулись при разработке стандарта, ну и услышать ваши предложения и замечания. Начну вот с чего. Мы все привыкли к тому, что фланцы, фланцы обычные, покупаем по ГОСТу. Пребывание ГОСТ в соответствии ГОСТу. Несмотря на то, что фланцы попадают сейчас под предсторонний рекламент оборудования, работающие под избыточным давлением, и это обязательное соответствие. Фланцы должны соответствовать предсторонним рекламентам. Но никаких конкретных параметров, никаких конкретных требований к материалам в техническом рекламенте нет. К сожалению, нет. Да и, как уже предыдущие ораторы говорили, технические рекламенты обобщенно, где-то там, недалеко от этой общей темы, выдвигают требования к тому или иному оборудованию. В нашем случае мы производим шаровые краны, производим фланцы. Мы столкнулись с этой ситуацией. Фланцы делаем по ГОСТу, но должны соответствовать техническому регламенту перед сторон. Шаровые краны. Немножко они. На сегодняшний момент в Российской Федерации присутствует очень много производителей, и иностранных производителей, и российских уже сейчас производителей, которые производят, изготавливают штампосфорную конструкцию. Многие из вас знакомы с этой конструкцией кранов. К сожалению, ни один советский ГОСТ такую конструкцию не описывает. Тем не менее, на протяжении последних 30 лет данная конструкция используется на рынке, успешно себя зарекомендовала, и мы, соответственно, производим точно такие же краны. Так вот, суть вот в чем. Когда, как мои предыдущие коллеги говорили, когда они описывают требования, технические требования к закупаемой продукции, они вынуждены в тендерной документации написать очень много. Сейчас, к счастью, государство идет навстречу, и мы видим условный возврат к ГОСТам, об этом я вчера говорил. Мы видим подготовленные законодательные акты. С 5 апреля этого года вступил в силу федеральный закон 104 о внесении изменений в законодательные акты по стандартизации. Рекомендую всем обратить внимание на этот документ. В нем много что написано, много в какие документы вносятся изменения, но соль вот в чем. На сегодняшний момент мы и вы имеете право прописать требования на соответствие с национальным стандартам. Точнее, даже при закупках обязаны ориентироваться на национальные стандарты. Какие национальные стандарты у нас есть? Технические регламенты и неотмененные ГОСТы. Они носят рекомендательный характер, необязательный, но тем не менее их сейчас на соответствие этим ГОСТам требования прописывать можно, даже нужно. Даже в законе есть такая норма, если вдруг кто-то захочет купить продукцию по иностранному стандарту, придется обосновать. Я не знаю, как будут в этом случае нефтяники, зазыки, и жить, но я думаю, не все и так хорошо. Так вот, немножко про наш стандарт. Мы поняли, на каком-то этапе развития предприятия, что никто в государстве для нас ничего делать не будет, никакие стандарты создавать не будет. Хотя мы сами сталкиваемся с проблемами. Очень плотно работаем с Фортумом. Вот вчера Павел Григорьевич выступал, на всех технических советах выступаем. Мы работаем в части улучшения модернизации продукции. В серийном масштабе, под все требования, под требования каждого потребителя, очень сложно производить продукцию. Наверное, невозможно. Кому-то мы вынуждены отказывать в данном случае. Так вот, мы задумались над тем, чтобы эти требования стандартизировать. Стандартизировать и облечь в некую форму настоящего документа. Так, в 2015 году вышел стандарт организации НПРТ по стальным штампосварным шарам-кранам для тепловой сети. Там четкая конкретизация конкретной продукции. Этот стандарт описывает абсолютно все. И технологию изготовления, и материалы, применяемые при изготовлении, безопасность, испытания. К слову сказать про испытания, если мы испытываем продукцию под требованием советских старых ГОСТов, то, наверное, 99% выпускаемой продукции в Российской Федерации соответствуют этим ГОСТам. Я имею в виду по испытаниям на работоспособность, на герметичность. Так вот, в этом стандарте мы требования по испытаниям ужесточили. Потому что мы считаем, что арматура, это ответственное оборудование, должна выдерживать более жесткие требования. А те требования, которые нам предложили наши учителя, наши отцы в арматуростроении, они уже устарели. Прогресс не стоит на месте, развивается, поэтому мы вынуждены были требованиям идти ужесточить. И сейчас, на сегодняшний момент, стандарт организации НПРТ проходит слушание, и, вероятнее всего, мы будем добиваться, чтобы этот стандарт стал ГОСТом. Это долгий путь, примерно три года. Мы видим обозримую перспективу в три года по созданию нормативного документа в виде ГОСТа. На сегодняшний момент по многим видам продукции отсутствует нормативная документация. Если рассматривать в целом, 32-й регламент устанавливает минимальные требования безопасности оборудования, минимальные. Пример такой однажды привели на Инопроме, там был завеститель директора, не скажу, какой организации, по стандартизации. Пример был такой. Технический регламент на масло сливочное устанавливает содержание жира 50%. То есть маслом сливочным может называться тот продукт, который задержит более 50% жира. старые ГОСТы, советские ГОСТы устанавливают планку 82,5%. Так вот, сейчас, если на продукции написано слово ГОСТ, то продукция обязана соответствовать этому ГОСТу. Не просто, что она по каким-то отдельным требованиям ГОСТу производит, ну там упаковка, паспорта, либо еще что-то. Она должна полностью соответствовать этому документу. И вы в качестве потребителей имеете право требовать с нас, как производителей, соответствия этим ГОСТам. И сейчас уже законом это не запрещено. Что касается стандартов организации МПРТ, которые изданы и их больше, чем ГОСТов, которые МПРТ издает, помогает, скажем так, то опираться на них при закупках сейчас нельзя. Это незаконно, об этом нам говорит ФАС, к сожалению, это добровольное мероприятие. Однако, уже приводили примеры про Газпром, такая система очень даже хорошо работает. В ближайшее время мы будем обращаться к вам, к экспертному сообществу, за помощью в создании других документов, других стандартов организации МПРТ по другой продукции. Просим активно включаться, активно высказывать свои замечания, предложения. Мы их все будем рассматривать, создавать рабочую группу. Ну и, как я в самом начале сказал, никто ничего для нас в государстве делать не будет. Будем делать сами, значит. У меня, в принципе, все. Если хотите задать вопросы, я с радостью на них отвечу. Ну, если нет, пообщаемся в пулуарах. Да. Вопрос. А, начисто с какой комитет? Технический комитет вы у нас с Лондонами задаете? На самом деле, сейчас есть технический комитет 259-й. Я думаю, что, наверное, через него я пока не могу точно дать ответ, потому что, как вы слышали, уже создается еще комитет как пакетные снижения. И в какой порт попадет наш документ, я не готов. Ну, ориентировались до создания вот этого комитета, мы ориентировались на 259-й. Там собраны гуру арматуростроения, специалисты высшего класса. К слову сказать, при их помощи этот стандарт и создавался. То есть, как мы проходили всю процедуру, сначала мы, условно, сделали скелет этого документа, наполнили его тем, что мы посчитали актуальным и прошли первоначальное слушание. Выслушали рецензии, замечали их, предложения, дополнили их, где-то, может быть, с чем-то не согласились. Это работа такая стандартная, скажем так. Но вреда в том, что эта вся работа затягивается на очень большой срок. После того, как мы выслушали все рецензии от наших экспертов, мы подготовили документ и разослали его к конечным потребителям. То есть, все конечные потребители, которые находятся в составе членов НПРТ, высказали свои замечания, отопления, предложения. Мы их всех учли. То есть, этот документ создан не под продукцию, он создан под требования, он создан под пожелания наших потребителей. Мы сами хотим, чтобы такой документ был. Это и нам, и вам, и дальше жить. А когда, наконец, будет этот ГОСТ? Ответить на этот вопрос, это очень сложная процедура. Мы оцениваем перспективу 2-4 лет от начала создания. Сейчас, если мы начали в 2015 году заниматься, но я думаю, что в 3 года мы, может быть, уложимся. Я думаю, пораньше по компенсаторам ПК сделал в течение года. На базе нашего. Это ГОСТ или ГОСТ-тар? Понятно. Мы будем стараться замахиваться на ГОСТ, так как все-таки мы находимся на территории таможенного союза и требования распространяются на наших соседей, то замахнемся на государственных странах. Мы, как производители, заинтересованы в том, чтобы был стандарт, по которому мы будем производить продукты для потребителей. Поэтому все, что производится заводом, должно соответствовать чему-то. На сегодняшний момент ГОСТов никаких нет, к сожалению. Мы ничему не соответствуем. И наши потребители вынуждены обращаться к нам, если они, к примеру, хотят приобрести нашу продукцию, вынуждены обращаться к нам за помощью в написании технического задания на закупку. Иной раз такое техзадание выходит на 3-4 страницы, чтобы в гранах написать это все. Будет ГОСТ, будет проще. По крайней мере, уже недобросовестных производителей будет меньше, кто сможет удовлетворить этим требованиям. Ну, опять же, в Российской Федерации ГОСТы носят рекомендательный характер. Но закон 104, который я о котором говорил, обязывает потребителей указывать соответствие национальных стандартов, коими ГОСТы тоже являются. То есть и технический регламент таможнего союза, и ГОСТы. Словно говоря, вышли два поставщика, у которых есть технический регламент, но у одного есть ГОСТы, в соответствии ГОСТы. Ну, вероятнее всего, пользу ГОСТы будет выбор. Спасибо. Кириллович, и вопрос, что еще у вас из нами планируется? Планируется? Или пока держите в секрете? Да нет, никаких секретов у нас нет. Техзавод у нас открытый, всех приглашаем, приезжайте, посмотрите, что мы делаем. Шаровые краны пока остановимся на 800-м диаметре в этом году, его запустим в серию. Поворотно-дисковые затворы вот стоят в холле. Это то, что мы только-только начали делать. К нам подходят коллеги, спрашивают стоимость. Мы, к сожалению, ее даже сами сформулировать не можем, просто потому, что мы их только вот, они еще тепленькие. Латунная арматура. Проанализировав объем ввоза латунной арматуры в Российскую Федерацию, у нас, честно говоря, зашевелились волосы. От ужаса, того ужаса, что в Российской Федерации производители металла, импорт латуни, арматуры из латуни, составляет миллиарды. Мы поняли, что эту ситуацию надо как-то менять. И создали завод, полноценный завод по производству полного цикла. Мы латунь льем сами. То есть у нас есть печень непрерывного литья. Мы льем поток, ее обрабатываем, получаем шаровой кран. Кстати, вот там, коллег, справа от нашего стенда, есть шаровые краны с замком, секреткой. На базе нашего шаровой крана сделаны. На базе нашего латунного шаровой крана. Можно подойти и посмотреть. Действительно полноценное производство. Оцинкованные шаровые краны, удастриж. Уникальная запатентованная разработка. К нам приезжали итальянцы, увидели конструкцию и сказали, просто подружески рекомендовали быстрее патентуете, потому что скоро будут наверняка аналоги. Мы сейчас прошли 7 кругов ВАД в Европе для того, чтобы получить патент. К слову, просто на уровне государственном, для того, чтобы получить патент на Евросоюз, нам пришлось потратить 750 тысяч рублей. Это официальные платежи в патентное ведомство. Ну, я думаю, что мы патент получим в любом случае, потому как изобретение ими уже оценено, первоначально оценено на патентопригодность. Поэтому оцинкованные шаровые краны тоже будут у нас в перспективе большими объемами производиться. Ну, наверное, пока все, будем оттачивать технологии, чтобы делать продукцию конкурентоспособной. Она сейчас у нас и так конкурентоспособная. Цельносварные шаровые краны у нас находятся в низшем ценовом сегменте, потому как мы считаем, что с таким весом изделия железяка, в короче вам скажу, железяка стоить дорого не должна АСТ. Все, что продается в 2-3 раза дороже от нашей цены, мы считаем, что это грабеж. Поэтому обращайтесь за консультациями, будем помогать, подсказывать, совместно работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова